Всем привет. Меня зовут Шафран Иван. Я во Вконтакте занимаюсь разработкой звонков. Делаю как UI-фич, так и разрабатываю SDK. Герман нам рассказал, как выделить код в SDK, какие есть подводные камни. Я же постараюсь рассказать, что нужно для эволюции SDK, как сделать так, чтобы она радовала пользователей долгие годы, если не вечность, и какие могут с этим возникнуть проблемы. Начнем. Сегодня у нас по плану несколько пунктов. Сначала мы познакомимся, что такое обратная совместимость, какие бывают ее типы, оказывается их несколько даже. Затем мы вспомним про проектирование API, что нужно для поддержки обратной совместимости со стороны API, чем отличаются от обычных приложений. Потом у нас такой интересный пункт про название версии. Оказывается, даже в таком небольшой теме можно найти много подвохов и интересных моментов. И в конце поговорим немного про Kotlin с точки зрения обратной совместимости. Итак, сам по себе наш термин, о котором мы будем сегодня говорить, он встречается не только в разработке кода. Его также можно найти и, например, в USB-флешках, USB-портах. Представьте, как бы нам было тяжело, если бы при обновлении интерфейсов USB, а на самом деле их достаточно много, нам бы каждый год приходилось обновлять наши USB-хабы, телефон, это было бы просто горе. И вот в разработке библиотек такая же проблема стоит. Давайте с ней разбираться. Про типы совместимости. Какие они бывают? Самый первый, про что мы поговорим, это обозначим, что мы разрабатываем библиотеку утилит. Это самое простое обычно, про что выделяют разработчики вне своего приложения. То есть обычно это изолированный код, и его легко отцепить. И вот у нас есть два класса, string-utils и file-utils. С ними и будем работать. Самый первый тип, про который мы поговорим, и про который обычно все подразумевают и знают, это source compatibility. На русский это совместимость исходников. Он, оказывается, не единственный, но сейчас сосредоточимся на нем. Представим, что мы выпустили наш SDK и подключили в приложение. Мы им успешно пользуемся, нас все устраивает. Но потом SDK развивается, прошло несколько версий, мы решили подключить в приложение новую версию. Что же происходит? Ну мы подключаем, начинаем собирать наше приложение, и у нас выскакивает ошибка компиляции. То есть SDK эволюционировала так, что оно уже несовместимо с нашим кодом приложения. И как раз совместимость исходников, source compatibility, это сохранение компиляции приложения при изменении библиотеки, при выпуске новой версии. А теперь задает телезритель из Москвы вопрос, а что же может произойти не так, если мы добавим новый класс в нашу библиотеку? Казалось бы, с точки зрения большинства проблематик как бы Java, спецификаций, все должно быть прекрасно, но может ли здесь сломаться совместимость обратная? Ну первое, что приходит в голову знатокам, это если у нас пакет bitmap.utils, совпадает с пакетом такого же класса приложения. Это на самом деле хорошая идея, но мы будем считать, что здесь у нас пакеты уникальны, и с этим проблем точно нет. Решение же кроется в том, что bitmap.utils действительно был в ВК, ну или в вашем приложении, но в отличие от одинаковых пакетов, пакеты были уникальны, но использовалась такая фича Java, как импорт со звездочкой. Из-за этого у нас произошла коллизия имен, потому что два имя совпали, и компиляция сломалась. То есть возникает такой парадокс, что казалось бы, никогда нельзя поддержать эту совместимость, потому что всегда найдется приложение, всегда найдется контрпример, который сломает это все. Но мы такие моменты закроем как бы за ширмой, и не будем на них обращать внимание, потому что это слишком формально, и на реальной практике нам как бы не стоит об этом беспокоиться слишком много. Второй тип, более неявный, про который не всегда вспоминают, но он достаточно важный, это совместимость поведения. Опять же, пойдем по порядку. У нас в классе файл утилс был метод, который принимает имя для поиска. И если мы получали null, мы как бы сразу возвращали null. Все достаточно просто. Потом мы сделали ревизию нашего кода и изменили наши политики. Теперь, если мы принимаем null, то мы бросаем исключения. Например, в RxJava, если помните, в первой null можно было принимать функции, а в следующей там кидалось сразу исключение. Ну вот представим, что мы тоже пошли по такому пути. И что интересно, то если у нас там пакеты, классы сохранились, то у пользователя скомпулируется приложение прекрасно, но в рантайме начнет падать. И хорошо, если он делает регресс каждый раз. Но если он про это забывает, то такие проблемы, казалось бы, с какой-то библиотекой утилит, могла добраться и до пользователя, что страшно. Поэтому про это надо не забывать. И, соответственно, зафиксируемое определение. Совместимость поведения — это сохранение поведения кода, то есть то, что оно принимает и возвращает при эволюции нашей библиотеки. Ну и тут тоже такой мемный вопрос. А что будет, если мы исправили баг? Это мы сломали совместимость. Казалось бы, это баг, но поведение-то изменилось. Ну и тут тоже, я считаю, про это помнить стоит. Если у вас вся база пользователей завязалась на этот баг как-то специально, и при исправлении бага вы что-то сломаете, то стоит это как-то явно подчеркнуть в вашем релизе. А если это явный какой-то баг, то, наверное, про него забыть, исправить. То есть слишком думать об этом не нужно. Третий тип, про который чаще всего забывают, и он достаточно неочевидный, это бинарная совместимость. И тут мы начнем с определения, что у нас сохранение способности линковки библиотеки при обновлении версии, без ошибок. И у нас, как Android-разработчиков, возникает вопрос, как бы, что еще за линковка? Это же там не Java, не C++, да, и мы же приложение каждый раз собираем, никакие библиотеки там во время работы не подкидываем, да, что тут не так. Оказывается, что если рассмотреть схему сборки, например, ВК, и там есть SDK звонков, есть класс утилит, ну, точнее, модуль или, скорее, библиотека, да, опубликованная. Вот здесь все прекрасно. Каждый раз происходит компиляция, проверка. Но если у нас звонки были скомпилированы с определенной версией утилит, например, с первой, а в приложении потянется вторая, ну, потому что она нужна ВК и потому что она старше. Кстати, мы этот вопрос заденем, да, что такое старше. То вот может возникнуть проблема, что как раз библиотека звонков, она несовместима с точки зрения бинарной с утилитами. И у нас, опять же, на этапе компиляции проблем не будет, а в рантайме может что-то упасть. И давайте теперь мы сделаем ревизию того, что мы узнали про эти три типа и на примере поймем, как бы, что может сохраняться, что нет. Вот мы добавили всего лишь, ну, у нас существовал один метод для проверки пустоты строки. И мы расширили тип со строки, да, char-sequence. Напомню, что char-sequence — это родители строки. Поэтому с точки зрения компиляции здесь все прекрасно. Компиляция сохраняется. С точки зрения поведения здесь тоже все прекрасно. Теперь мы проверяем длину на ноль. И если посмотреть, как реализуем этот из empty, там как раз так все и происходит. Просто идет проверка на ноль. Вот. То есть здесь тоже все хорошо. И вот самый коварный вопрос — это про бинарную совместимость. И как может показаться странным, но здесь она не сохраняется. И почему? Ну, здесь нужно погрузиться немножко в байт-код. Когда у нас приложение собирается, ну, точнее, вот наша библиотека звонков, она, если скомпилируется с версии, где были строки, она запомнит это в сигнатуре метода. И когда в рантайме там окажется вторая версия, то она не найдет. Ну, как бы, char-sequence есть, но в момент компиляции мы уже записали это, да. Мы принимаем строки. Все. И у нас произойдет в рантайме, что нет такого метода, ошибка. Следующее у нас по плану — это проектирование опис. Учетом того, что мы узнали, да, или вспомнили. Да, и тут такое сразу не в бровь и в глаз, а что вообще-то с одной стороны проектирование приложения, да, кодов приложений в библиотеке не отличается, потому что мы используем паттерны, там, принципы, dry, solid, они все должны совпадать, да. Мы делим по пакетам. Но цена ошибки с точки зрения обратной совместимости в библиотеках намного больше. Если у нас библиотека достаточно популярная, и мы сломали один из типов совместимости, то всем этим пользователям придется обновляться. И вместо того, чтобы пилить крутые фичи, им придется объяснять менеджеру, что вот нужно потратить там, не знаю, неделю, чтобы обновить версию вашей библиотеки. И, возможно, после этого вашу библиотеку просто удалят. Стоит определиться с тем же, что такое IP, потому что в Java понятие можно, ну, можно разное здесь подразумевать. Например, используя рефлексию, можно дотянуться до приватных методов, до различных внутренностей, да, и мы такое не хотим поддерживать, потому что, ну, это нереально. Также многие, наверное, пробовали такой хак, как сделать наследника package private class, определив его пакет. Поэтому мы скажем, что у нас публичная IP вот находится в таких пакетах, такие-то классы, а для приватного IP мы, например, сможем, ну, мы можем, например, определить пакет internal, и все, что находится в нем, мы, как бы, говорим по контракту, что мы это не поддерживаем, это за рамками публичного IP. И, ну, вот такой прием, на самом деле, я думаю, вы сможете увидеть в популярных библиотеках, OKHttp, кажется, я где-то видел, вот, и подобных. То есть это не что-то уникальное, рекомендую, вполне рабочий инструмент. Вот. Какие же бывают ошибки основные, да? Вот. Я недавно посчитал, сколько у нас аргументов нужно для создания звонка, их оказалось 34. За последнюю неделю ребята там что-то запилили, возможно, их уже 35. И если бы у нас класс call, да, звонков, он создавался через конструктор, то при добавлении нового метода нам бы пришлось поддерживать и все предыдущие. То есть у нас была бы такая огромная таблица этих конструкторов, это ужасно. И для решения этой проблемы есть такой прекрасный паттерн Builder. Думаю, многие с ним знакомы. В Android он много где используется. И здесь вместо добавления нового параметра в конструктор мы создаем новый метод в Builder. А у класса call мы делаем конструктор приватный. Благодаря этому при добавлении нового метода с аргументом у нас у пользователей совместимость сохраняется. Здесь все прекрасно. Второй достаточно похожий, но немножко о другом. Что можно передавать объект вместо списка параметров. Тогда мы делаем себе на будущее расширение, что мы можем давлять методы, но уже не при создании класса, а при вызове метода. И в такой популярной библиотеке как OshkogHttp это используется. И в принципе я не рассказывал никаких сложных паттернов, но правда эти два приема покрывают 90% проблем. Проблема же здесь, какая сложность, что достаточно непонятно, как определить, в какой момент нам Builder нужен, а в какой нет. Если мы Builder определяем везде, то у нас все описывает из Builder и код получается очень многострочным. Пользователям такое не понравится и возможно они откажутся на этапе чтения документации от вашей библиотеки. Но если мы забудем где-то Builder в начале, при разработке первой версии, то у нас будут другие проблемы, что потом мы себе руки связали и не можем добавить новый метод. К сожалению, у меня нет такого алгоритма красивого. Здесь нужно балансировать между простотой и расширяемостью. А что же делать, если мы все-таки забыли где-то добавить Builder и хочется сломать API? Что же нам тогда делать? Есть два пути. Первый путь достаточно радикальный. Давайте просто выпустим версию, которая ломает обратно совместимость. Вот все, за что мы боролись. Иногда приходится, надо это отпустить. И здесь, благо, мы можем переписать в библиотеку, мы можем много чего сделать на будущее, заложить Builder, где мы забыли их. К сожалению, пользователи будут страдать, им придется обновляться, им придется следить, что вы уже там наделали, читать документацию. Например, у многих, ну не у многих, возможно, у кого-то еще осталась две версии RxJava, потому что был период, когда нужно было переезжать. И, ну, как бы код переписывать в больших проектах сложно. Второй, более приемлемый метод для пользователей, это пометить часть API деприкетит. Если нам, ну, как бы получился какой-то метод, какой-то метод или класс неудачным, мы помечаем его деприкетит, говорим, пожалуйста, используйте теперь новые варианты. И пользователи счастливы, но, к сожалению, у нас API забивается потихоньку мусором. И если у нас, ну, например, половина API будет деприкетит, то, возможно, это та точка, когда стоит выпустить уже, как бы, новые, ну, вот, ломающие обновления. Но, к счастью, пользователям думать не надо, они подняли версию, она стала быстрее, лучше, выше, но все работает. Как же нам проверять обратную совместимость? Я вот говорил про есть три типа, привел контрпримеры, примеры, да, а, ну, должны же быть какие-то более надежные алгоритмы. Ну, один из такой, самый практичный, это просто глазами оценивать, зная, держа в голове всю спецификацию Java, да, то, что что-то перестанет компилироваться, мы прикинуть можем. Ну, и в процентах 50 это нам реально помогает. Второй прием намного круче — это использовать тесты. Во-первых, мы проверяем и компиляцию библиотеки, и ее поведение, то есть сразу решаем две проблемы для себя. Но вот с бинарной здесь сложнее, да, все-таки нужно опять, нужно либо держать в голове, ну, сложновато выходит. Есть специальные инструменты, чекеры, которые проверяют и посвечивают места, где может сломаться у нас бинарная совместимость. К сожалению, для Android я не успел нагуглить правильного инструмента. Вот для Java они находятся достаточно легко. Если кто-то знает, такие инструменты ли разрабатывают, скиньте мне в личку, в конце будут контакты, ну, и тоже поделитесь с коллегами, друзьями в комментариях, например, к нашему посту. Третий наш пункт — это про название версии. Он самый веселый и, казалось бы, простой, но давайте посмотрим. Да вот, начнем с такого мема, что однажды я хотел выпустить Hotfix, но Gradle подумал, что Hotfix не нужен, и собрал версию с предыдущей, с багами, в общем, грубо говоря. И почему же так произошло? Давайте разбираться. Опять же, наша схема со звонками, с утилитами. И теперь мы поговорим про версии. Почему-то я в прошлый раз сказал, что Gradle выберет версию 2. А почему выберет версию 2, а не версию 1? Ну, вроде для нас понятно, да, что нужно 2 брать перед 1. Но, например, если бы мы собирались с точки зрения Мавина, через Мавин, то у нас была бы не старшая версия, а та, которую Мавин первую найдет. Это его парадигма. Это так написано в его документации. Он так берет по дереву, находит первую, и все такое. Я закончил, я молодец. И тут какая проблема у Мавина? Если мы поменяем местами порядок определения, то выберется другая версия. К счастью, мы собираем с помощью Gradle, и здесь работает немного другая парадигма. Gradle находит все версии, а потом выбирает ту, которая из них старше. Это более такой робастный способ, и он мне лично больше нравится, чем у Мавина. Ну, то, что версия 2 больше версии 1, вроде нам логично и понятно. А как же как бы Мавин это понимает? То есть и то, что бета-версия старшей альфы, тоже вроде понятно, если все до этого совпадает. Хотя это строки, да, и как он сравнивает. Ну, надо разобраться. К тому же могут быть более сложные вопросы, вот как у меня был с релизной версией и хотфиксом. Почему хотфикс старше или он младше? А если это дев? Дев — это вроде бы раньше, чем альфа, да, с точки зрения разработки. То есть мы сначала написали код, мы там отдаем тестировщикам, сами тестируем. Да, альфа — это что-то ближе уже к публичному. И, ну, по идее, альфа должно быть больше, чем дев. Но дев лексографически старше, если сравнивать строки, да, то есть D больше A. Ну, и финальная битва — это final release. Тут тоже, может быть, немного неочевидно, что это и к чему. Давайте разбираться. Повторим, значит. Gradle выбирает все версии, которые встречает в дереве зависимостей. И дальше он с ними работает. Сначала он делит их по группам. Ну, очевидные группы — это разбиение по точкам, дефисам, плюсам, ну и другим символам. Также он отделяет символьные части от числовых. То есть hotfix1 — это не hotfix1 — одна группа, а это две группы. Прекрасно. Далее он начинает сравнивать группы слева направо. Числа он сравнивает как числа, да, то есть 2 больше 1. Строки он сравнивает лексографически, то есть альфа больше бета, не потому что это где-то зашито в коде, а потому что A больше, чем B. Сложный момент здесь только со спецстроками. В Gradle зашито, что дев — это самая меньшая строка возможная. То есть при сравнении дев с альфа мы получим, что дев меньше. И спецстроки, как final, release и другие, ну некоторые вот здесь перечислены, они тоже зашиты, и в таком же порядке они проверяются, но они старше всех, потому что релиз кандидата — это ближе к выпуску, чем девы, другие подобные варианты. И на секундочку вернусь, чтобы вот заострить внимание, что если добавляется какая-то экстра группа числовая, то она считается старше, а если добавляется буквенная группа, символьная, она младше. То есть когда мы добавляем альфа, hotfix или что-то другое, она будет меньше. Именно здесь состояла как бы роковая ошибка, которую я допустил, но, к счастью, всего лишь была тестовая сборка. И тогда мы можем дать ответ, что 1.0 — это старше 1.0 hotfix. Хотя по-логичному, если как человек бы читал и сравнивал, он бы, наверное, подумал, что hotfix старше. Что один дева младше, чем альфа, потому что дева — это зашитая строка. Ну и final, меньше релиз, не потому что лексиграфический, а потому что там так зашито. Ну хотя лексиграфический тоже меньше, но не так важно. А как же называть версии? Давайте прикинем. Ну, например, Дональд Кнут использует число пи. Первую версию назвал 3, вторая была 3.1 и так далее. Что интересно, то Gradle поддерживает такое версионирование, и вы можете впечатлить коллег своей любознательностью, но, наверное, не все вас поймут. Поэтому предлагаю использовать синематическое версионирование. Большинство, я думаю, с ним знакомы, но, возможно, не читали стандарт, хотя это не так важно. Вот я его про… ну как бы сделаю его брифинг. Самых важных моментов. Первую версию мы начинаем с 1.0.0, нашего публичного, релизного, доступного всем. Когда мы хотим исправить баг, который не ломает обратную совместимость, мы меняем третью версию, это patch-версия так называемая. Когда мы выпускаем новую функциональность, которая не ломает обратную совместимость, опять же, это важно, мы меняем вторую версию, это минорная называется. И когда нам нужно что-то сломать по разным причинам, возможно, мы хотим архитектуру поменять или новую фичу, которая не вписывается в текущее состояние, то мы поднимаем мажорную. И именно здесь это как бы самый большой страх пользователей, что когда видят, что изменилась мажорная, у них сразу начинают дрожать руки, и они боятся и ждут ошибок при компиляции, при запуске приложения. Поэтому этого стоит избегать. Чуть более advanced штуки, это тоже описаны, кстати, в стандарте. Это, например, мажорная версия 0. Она говорит, что, пожалуйста, пользуйтесь нашей библиотекой, но в будущем она может сильно измениться. Вот такое предупреждение интересное. И React Native, например, он уже 6 лет с этой версией, и, наверное, немножко страшновато, что на следующий день у вас полпроекта может отвалиться. Ну, насколько мне известно, так не происходит, но все-таки забавный факт. Также мы используем alpha, beta и rc, релиз-кандидат, для пометки о том, насколько наш SDK готово к выпуску. То есть там alpha — это что-то может сильно измениться, beta уже ближе, и релиз-кандидат, мы как бы считаем, что это уже почти готово, но могут быть какие-то баги, про которые мы еще не знаем. И мы подобрались так плавненько к нашему четвертому пункту про Kotlin, про некоторые нюансы с Kotlin. Что странно, начну я с Java. Если вы разрабатываете библиотеку на Java, то вы можете помочь Kotlin разработчикам также, что удивительно. Все дело в том, что в Kotlin у нас есть типы nullable и не nullable. Когда Kotlin видит код Java, то он не понимает, это nullable тип или не nullable. И он не делает какого-то определения, что это всегда nullable или всегда не nullable, а он считает это платформенным типом. То есть для него, пока вы явно в Kotlin коде не используете его как nullable или не nullable, это одновременно и тот, и другой тип. Но благодаря использованию аннотаций, например, AndroidX non-null или nullable, вы можете подсказать, и Kotlin поймет это. И, например, возвращаемый результат в файл, он понимает, что это файл с вопросиком, то есть nullable, а параметры, они не nullable. Это прекрасный и простой инструмент. С обратной стороны, когда мы пишем библиотеку на Kotlin, нам тоже нужно заботиться не только о Kotlin-разработчиках, но и о Java, и нам нужно использовать аннотации специальные. Все потому, что Kotlin это чуть больше, чем JVM язык, он имеет несколько бэкэндов различных, и поэтому некоторые фичи Java там спрятаны за ширмой. И если бы мы не объявили здесь throws IO-exception, то в Java нельзя было бы сделать try-catch IO-exception, потому что он бы не понимал, что здесь есть чек-то исключение. И поэтому нам нужно это явно объявить. Ну, Java-разработчики могли бы поймать общий exception, но это было бы не так удобно в синтактическом виде. Так что рекомендую ознакомиться с аннотациями. Их не так много, и важно их поддерживать, если вы делаете библиотеку не только для себя, для своего проекта, но и пытаетесь кому-то еще дать возможность ее использовать. Также рекомендую обратить внимание на Kotlin deprecation. Он чуть более богаче, чем в Java. Здесь есть три аргумента. Первое — это сообщение об ошибке. Ну, это не так страшно, ну, не так круто. Второе — это вот полезная фишка. Вы можете объяснить, как нужно код, который вы задеприкатили, изменять. И некоторые простые конструкции, например, там вместо этого метода вызывать другой, вы можете автоматизировать. То есть если вы здесь запишите инструкцию, то нажав Alt Enter или Command Enter на Mac, код автоматически сам преобразуется в новый вид. И также третий параметр, он достаточно полезен для последовательного убирания ваших deprecated методов из библиотеки. Для начала вы можете объявить код deprecated как warning. Тогда это будет просто, ну, как бы подсвечиваться в студии, будут warning, но все будет работать. Следующий этап — это error. Тогда у вас сломается компиляция, но как бы это уже нужно делать после большого срока, когда что-то произошло. И третий тип достаточно интересный и экзотический, я бы назвал, если вы раньше с таким не сталкивались. Это hidden вариант. Тогда у нас метод прячется вообще с кода, его как будто не видно, но в итоговую R или JAR он попадает. Это для сохранения бинарной совместимости. А то и, да, что я вот подчеркивал, что она самая неочевидная, но вот до нее специально даже завели такое свойство. Это прикольно. Также хочу обезопасить, что не нужно бояться использовать Kotlin. Он обратно совместим, начиная с первой версии. Например, стандартная библиотека, она обратно совместима. Ну, есть некоторые нюансы, например, что есть пакеты, которые называются experimental, и вот в них код может быть нестабильный. Но если вы будете их использовать, то вам явно студия, ну, то есть и библиотека подскажет об этом. Поэтому рекомендую вот по ссылочкам посмотреть, что же stable, что не stable, и какие есть нюансы при переходе с одной минорной версии кода на другую. Но уверяю вас, там все прекрасно, нет никаких сложных вещей, которые могли бы вас остановить от разработки на Kotlin. Рекомендую. Ну, давайте подведем резюме. Мы знаем, что есть теперь больше, чем один тип обратно-совместимости, и их желательно все сохранять. На самом деле, по секрету, их даже больше, чем три. То есть можно переводить здесь обратно-совместимость realizable классов, там или partial label. Это тоже можно туда привести, но мы об этом не будем сегодня говорить. Также мы должны балансировать между простотой и удобством, потому что если мы везде будем билдеры использовать, будет плохо, да, нигде не будем, да, завяжем все руки, можем попасть в проблемы в будущем. Также мы используем семантическое версионирование. Так это простой инструмент, но это такой общий язык разработчиков, который все понимают. И вам не нужно объяснять заново вашим читателям, да, как вы реверсионируете. Ну и поддерживаем Kotlin, не боимся использовать Kotlin. На этом у меня все. Давайте дружить. Вконтакте я могу ответить на ваши вопросы после нашего мероприятия, если какие-то останутся неотвеченными. Также в Твиттере я делаю репосты новостей по Android-разработке. Давайте дружить там. На Medium пишу иногда небольшие заметки по, ну, тоже разработке Android, по программированию. И на GitHub иногда пишу pet-проекты и читаю другие. Также, в общем, давайте дружить, не стесняйтесь, взаимная подписка и все такое.